Еще в конце прошлой недели никто не был готов спрогнозировать подобное развитие событий. И тем не менее, одну из центральных улиц Киева перекрыли митингующие. Даже палатки умудрились поставить. С одной стороны у них Верховная Рада, с другой Кабмин, совсем недалеко администрация президента. На пике событий митинговали несколько тысяч человек. Впрочем, большую часть времени на месте оставались несколько сотен. Все это началось еще во вторник, а вот когда закончится, до сих пор непонятно, уже и депутаты ушли на двухнедельный перерыв, а пикетчики свои позиции не сдают. За четыре дня не успели многое. Были и попытки возродить дух Майдана, и банальные драки. Полицейские жаловались на ограбление, мол, митингующие отобрали у них амуницию и щиты. Активисты, в свою очередь, возмущались действиями полиции и нацгвардии. Те не давали палаточному городку разрастаться. В общем, эта неделя в очередной раз показала, как же это легко в Киеве устроить бунт. Активисты, в свою очередь, в свою очередь, в свою очередь. Ты, хуй, будешь отвечать? Выходите до людей! Губок с львом! Губок с львом! Они меня не вытаскивают. Это же ваша беда. Губок с львом! А еще эта неделя показала, что наших политиков так просто не возьмешь. Повидали они уже бунтов. Почему митингующие так и не смогли навязать Верховной Раде свою повестку? И чем парламентские силы будут отвечать на вот такие подачи от сил уличных? Разбиралась моя коллега Екатерина Лысенко. Такого количества нацгвардейцев, полиции и спецтехники в правительственном квартале несколько лет не было. Перекрыты въезды и выезды, рамки и силовики в 10 рядов. Давно не видели здесь и такого количества партийных флагов в руках у митингующих и столько лидеров на одну акцию. Три требования пикетчиков адресуются Верховной Раде, где рупорами улицы стали народные трибуны. Мы пропонували это в мирный способ, мы пропонували это в цивилизованный способ. Они штопхают людей на насильство. Требования активистов отменить депутатскую неприкосновенность, изменить правила избирательной кампании и создать антикоррупционный суд. И с самого начала ультиматумы звучали не то чтобы мирно. Гончаренко пострадал от яиц. Барна от кулаков. Досталось и Юлию Мамчуру. Пострадали также правоохранители. Но уровень агрессии на улице снизился, как только в Раде предложили компромисс. Закончить с медреформой и перейти к поставленным ультиматумам. Закипела работа и споры. Чего хотят организаторы провокации? Какие цели они переследуют? Дуже банальные. За любую цену дорваться до влады. Это неправда, поскольку никаким образом нет требований людей о изменении влады. Люди хотят всего-навсего три требований. Рассмотрение медреформы растянулось на три дня. В итоге в четверг законопроект проголосовали. Наши задачи сделать медицину так, чтобы она была качественной относительно украинских граждан. Мы могли ничего не сделать и терпеть вот это зубожение, которое есть в украинских лекарнях. А сегодня мы начинаем важную работу. Есть у нас запад, конечно, на экономические реформы, на реформы социального характера. Поэтому, безусловно, и самопомощь, например, абсолютно не блокировала трибуну, когда стало вопрос, например, о рассмотрении парламента и медической реформе. Это отвертый геноцид украинцев. Это полное снижение системы охраны здоровья в стране. И наша фракция проголосовала за этот проект червоными кнопками. То есть вся наша фракция не просто не поддерживает, а категорично выступает против так называемой медической реформы. Вслед за реформой перешли к тому, что требовала улица неприкосновенность. За ее снятие ратуют все полицилы в Раде два законопроекта – депутатский и президентский. Последний предлагают лишение иммунитета со следующего созыва, то есть 2020 года. Депутатский немедленно. В соответствии с определенной нормой Конституции должно быть обязательно разделено принятие этого решения на этой сессии. И следующий шаг после выставки Конституционного суду – голосование в другом читании – должно происходить уже на следующей сессии. В этот процесс мы войдем на осень 2018 года. Наш законопроект 158 народных депутатов предлагает скасовать депутатскую недодокальность сразу после голосования за этот законопроект. Президентский законопроект лишает прогалину правовую, которая позволяет оттерминовать этот пункт, отоминовать скасование недоторкальности до бесконечности. В период голосования в первом читании за изменения Конституции принимаются те нормы, которые не можно оттерминовать в другом читании. И это та норма, которая известна депутату с одноденным стажем работы в Верховной Раде. В результате оба документа отправили в Конституционный суд. И теперь о неприкосновенности можно забыть до следующей сессии. А вот законами, которые могли изменить правила избрания депутатов, оказалось сложнее. Отменять мажоритарку сами мажоритарщики не намерены. Так и произошло. Ни один из трех законопроектов не набрал голосов. Мы должны двигаться вперед и рассматривать качественные законопроекты. А когда подаются законопроекты, как я больше считаю, законодательным спамом, чтобы запомнить неделю, они просто смарнували на час. Ну и последнее требование улицы. Антикоррупционный суд осталось за скобками. Законопроекта нет. А если бы и был, на него нужно искать голоса, которых тоже нет. Мы против створения окремого антикоррупционного суду, потому что судовая система вся должна быть изменена. И поэтому мы голосовали за измену всей судовой системы. А если брать логику инициатором этого законопроекта, створения окремого антикоррупционного суду, тогда нужно создать еще суд для карманников, для домашников, для депутатов, для военных, для еще кого-то. Будь-яких специализованных судов, которые бы отразились от судовой системы, которая у нас есть в стране, не должно быть. Потому что мы так дойдем до троек, когда будет один следователь, один прокурор и один судья, в одну инстанцию будут принимать решения. По антикоррупционному суду мы эту тему не залишим. И если будет необходимо, такие акции будут повторяться, Но пока митинги сошли на нет. Возле Рады около сотни активистов полиции в разы больше. Да и управлять митингом политики уже не рвутся. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Иван Ермаков. Подробности недели. Телеканал Интер. Любопытно, что организаторы всей этой митинговой активности на Грушевского явно ожидали большего. Ну, хотя бы от акций во вторник и четверг. Дни, когда в Верховной Раде есть потенциал для результативных голосований. Всю неделю активисты призывали киевлян присоединиться к протестам. Как во времена Майдана. Но все-таки честно будет признать, что горожане эти митинги, в общем-то, проигнорировали. Вот, например, Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции, один из самых заметных лоббистов нынешних митингов, у себя в Фейсбуке даже поинтересовался, какие ошибки допустили организаторы. Мол, что нужно было сделать по-другому, чтобы людей на улице было больше. И под его постом уже больше восьми сотен ответов. Есть о чем подумать, пока Верховная Рада не работает? Итак, почему эта неделя стала вот такой? И что все-таки будет с депутатской неприкосновенностью и с идеей создать антикоррупционный суд? Все обсудим с народными депутатами. У нас в студии Алексей Гончаренко, замглавы фракции Блок Петра Порошенко. Алексей Рябчин, Батькивщина. И Юрий Левченко, представитель Свободы. Давайте, Алексей Рябчин, я имею в виду, начнем с вас. Так и хочется спросить, а где вы и Батькивщина были в ночь 17 на 19 октября? Я могу сказать, что Батькивщина не была среди организаторов. Мы доедналися позже к этой акции. Все наши люди были. До речи, я когда пришел до Верховной Ради раньше, потому что были... Вы знаете, вот если честно, сложилось впечатление, что вы более активно собирались, чем потом доеднали. Я могу сказать, что мы... Как вы оцениваете эту неделю? Вот все то, что произошло... Я очень позитивно оцениваю этот тиждень. Больше того, мы выступали перед... Я лично выступал перед людьми, которые протестовали за то, что были приняты большие политические изменения. Больше того, Батькивщина додала до этих требований не только три основных требований. Недоторканность, антикоррупционный суд, выборчие изменения. А также мы должны рассмотреть и процедуру имбичмента президента, узаконить ее, неважно, какое прозвище у президента, или Януковича, или Порошенко. Однако, должно быть правило, чтобы не Майданы скидали президентов, которые заворвались, а были определенные правила. Нужно делать очень много чего. Потому что Батькивщина позитивна. Пока красный ответ. Довольны вы результатами этой недели? Так, они еще в процессе. Еще в процессе. Понятно. Мы сейчас будем смотреться. Алексей Гончаренко, вопрос к вам, как человеку из правоохранной фракции. Как вы оцениваете количество полиции в эти дни в центре Киева? Если во вторник еще все это списывали на визит президента Мальты, то вот в четверг, когда этот визит уже был закончен, полиции меньше не стало. Почему? Как абсолютно адекватное, потому что мы имели информацию, и общество ее имеет, когда охрана с Акварелидзе покупала автоматы и гранатометы. Когда мы даже видели, вот посмотрите сейчас прямо на этих кадрах, видно, как протестующие избивают офицера полиции. За эти дни никто, не было ни одного момента, чтобы правоохранители нападали на протестующих. Зато моментов, когда протестующие нападали на правоохранителей, избивали правоохранителей, их было очень много. И, к сожалению, от организаторов этой акции мы ни разу не услышали извинения за то, что били правоохранителей, за то, что били народных депутатов. Ни разу мы не услышали. А общая оценка такова. Мы еще раз увидели, и украинский народ доказал, что за деньги Майдан не соберешь. И весь этот замах на Майдан-3 закончился таким себе политическим Октоберфестом, который сейчас там находится, если включить палаточный городок, там палаток больше, чем людей. Там человек 150 находится, они перекрывают, правда, одну из центральных магистралей Киева, непонятно зачем. Они вполне могли бы разместиться в Мариинском парке. Спасибо, Алексей. Вот как долго все эти палатки простоят, я хочу спросить у Юрия Левченко. Юрий, а что дальше? Депутаты, как минимум, две недели в Верховной Раде не появятся. Смысл существования палаточного городка хотя бы в этот период? Я хотел бы первое значить, что неправда, когда было сказано, что полиция никого на кого не нападала. Я особо был в посутней вечере 17-го, приблизительно в 12-й ночи, когда полиция пошла в наступ и нападала на людей. И выкорствовался газ в другие моменты. И также после этого был один раз напад на намет, когда 10 людей было затримано в середу и отвезено в Печерский райотделок. Это все факты, которые задокументованы над той самой полицией. Думаю, это просто щодо правды, неправды. Если вы видите, что дальше, то вопрос получается в политическом просветности, чтобы какомога больше украинцев знали, про что идет мова. Чтобы какомога больше украинцев понимали, почему настолько важными есть эти требования протестующих. И чтобы какомога больше украинцев понимали и знали, что если не будет десятки тысяч граждан, щиро обурнанных под стенами Виховной Рады, хотя бы десятки тысяч, а желательно сотни тысяч, то эта Виховная Рада никогда в жизни ни за что добы не проголосует. Юрий, а что вы могли бы ответить тем людям, которые говорят, что эти протесты на этой неделе не были настолько популярными у украинцев, потому что были слишком уж заполитизированы. Общество, которое ждет экономического прорыва и думает больше о том, как выживать. Нет, были дискуссии, были дискуссии о правильности или неправильности вимог. Насправді, безусловно, вимоги до цих Виховной Рады мают больше различных вимог. Это и повернение стратегических предприятий, это и деофширизация, деолегеризация, де монополизация. Это, безусловно. Но что нужно понимать, что причина всех этих бед, откуда взялись эти проблемы в Украине, полягает в качестве парламенту, в качестве народных депутатов. То есть, если бы депутаты были бы качественными, если бы большинство Виховной Рады представляли интересы большинства украинцев, то тогда не было бы этих проблем. То есть, эти проблемы, другие, являются наслитком от этих первых причин, которые мы пытались усунуть, шляхом голосования за новые выборщие правила, открытые списки, шляхом скасывания депутатской недолокальности, потому что одна из важливых моментов надолокальности, это то, что через ней как раз идут в Виховную Раду... О надолокальности чуть-чуть позже обещаем, обязательно поговорим. Давайте, вот хорошо, одно из требований, создание антикоррупционного суда. Алексей, у коалиции достаточно будет голосов, чтобы выполнить это требование улицы? Ну, во-первых, о качестве. Безусловно, людей волнует качество депутатов, когда они видят, как депутаты поджигают мужские туалеты в Верховной Раде. Это очень высокая, качественная работа законодателя, и тут с этим тяжело поспорить. Что касается антикоррупционного суда, есть вывод Венецианской комиссии Совета Европы, который говорит, что два законопроекта, которые сегодня находятся в парламенте, зарегистрированы, оба не являются совершенными. И Венецианская комиссия рекомендует отозвать оба, сформировать один новый законопроект, который внесет президент. Президент готов это сделать, он предложил парламенту создать рабочую группу, чтобы наработать этот законопроект, он его готов внести. Если оппозиция не захочет принимать участие в этой работе, то мы эту работу проведем сами, и обязательно внесем этот законопроект. И хочу обратить внимание, что в проекте бюджетом 2018 год по инициативе президента заложено финансирование антикоррупционного суда, и в следующем году он должен заработать. Алексей, теперь вы. Вот Юрий заговорил о качестве парламента, и в связи с этим я вспоминаю еще одно требование, это изменение правил проведения выборов. Вот вы честно верите, что в стране этот вопрос назрел? По каким только системам мы еще не выбирали. Но депутат, кристально честный, государственник в стране так и не появился. Я бы поспорил бы с вами на что-то появился или не появился. Алексей отвечает на что-то качество. Качественные депутаты не расписывают, в том числе и стены Берлинской стены, которые для немцев святые во многом. И я могу сказать, что я бы не сравнивал бы эти протесты с Майданом, почему их возносит до статуса Майдана. Во Франции протесты, стотысячные выходят, протестуют против Трудового кодекса Макрона. В той же самой Германии, которую мы вспоминали, многотысячные протесты, в Каталонии протесты, то есть протест людей для того, чтобы давить на власть, для того, чтобы власть выполняла свои требования, которые я помещал, это нормально, это по-европейски. Украина идет в Европу, и это нормально. А я когда стоял на сцене, я вспомнил выступление свои на митингах в Донецке, когда мы организовывали проукраинские митинги под лозунгом Донецк это Украина. Я вспоминал десятки тысяч донечан, которые выходили под украинскими флагами, и я думал себе, а если бы нас было больше, возможно, Донецк бы и оставался Украиной, если бы нас Киев еще не слил. Что касается выборчей системы, вообще все эти три требования, они для уменьшения вот этого коррупционного доступа в политику новых политических сил, качественных политиков, которые не хотят, не владеют телеканалами, и не используют телеканалы для того, чтобы вести пропаганду, не имеют возможности подкупать округа, но хотят служить людям. И вот эти все три требования, если в комплексе реализовать, они помогут обновить парламент и Батькивщину, эти требования поддержат. Более того, все три законопроекта с авторами Батькивщины, и мы эти законопроекты подавали еще до вас. Спасибо, друзья, за ответы, но пока я вас не отпускаю, еще обсудим еще одно требование активистов, единственное, к которому политики, кстати, прислушались. Причем прислушались так, что даже успели направить в Конституционный суд законопроекты по отмене депутатской неприкосновенности. Только за последние несколько лет, это уже вторая попытка уравнять депутатов в правах с остальными гражданами, в 2015 году Конституционному суду уже пришлось давать оценку подобному законопроекту. А вот когда впервые депутатов захотели сделать прикосновение, напомнит наша короткая справка. В этом году у него первый серьезный юбилей, у невыполнимого обещания. Ровно 20 лет назад парламентарии пообещали отказаться от депутатского иммунитета. А в 2000-м по инициативе президента Кучмы даже всеукраинский референдум провели. Тогда 89% украинцев высказались за то, чтобы лишить избранников неприкосновенности. Но парламент результаты референдума просто проигнорировал. О снятии депутатской неприкосновенности активно заговорили в 2007-м. Причем говорили все, и президент Виктор Ющенко, и премьер Виктор Янукович, а наша Украина, народная самооборона, даже на выборы шла с громким лозунгом. Если бы народные депутаты жили так, как мы, они не получили бы 600 тысяч на дорогу квартиру. Или миллионы на закордонной выезжей там модные курорты. Наверное, тогда бы они думали про нас и наших детей. Мы скасуем недоторганность, пильги и привилей для депутатов. Закон один для всех. Но жить, как все, депутаты так и не стали. Выборы прошли, кандидаты получили свои мандаты и прощаться с неприкосновенностью передумали. А об обещании тут же забыли. Политическая амнезия прошла ровно через два года. Как раз к президентским выборам. Нардепы даже на голосование законопроект вынесли, но благополучно провалили. Чтобы пробить крепкий депутатский иммунитет, не хватило буквально 20 голосов. Выборы прошли, а с ними поутихли и разговоры о снятии неприкосновенности. Новая попытка прикоснуться к слугам народа повторилась только в 2015-м. Нардепы сделали полшага на пути к обещанию. В первом чтении поддержали законопроект о снятии с себя и судей неприкосновенности. Но на этом остановились. И вот уже октябрь 2017-го. Но депутаты прикосновения не стали неудивительно. Ведь у народных избранников уж очень развиты чувство самосохранения и политический иммунитет. Один из тех депутатов, которые уже проверяют на себе, что означает жизнь без неприкосновенности, на этой неделе не смог улететь из страны. Борислава Розенблата сняли с самолета. Сам он говорит, что хотел всего лишь на пару дней слетать в Германию и вернуться обратно. Мол, нужно было пройти обследование в немецкой клинике. Вот только НАБУ ему не поверило. Розенблат утверждает, что заранее предупредил детективов об отъезде и даже предоставил копию обратного билета. Тем не менее, детективы поднялись на борт самолета, отправлявшегося рейсом в Кельн, и заставили депутата вернуться на украинскую землю. Со ссылкой на источник в аэропорту появилась информация еще и о том, что летел Розенблат не с пустыми руками, а с золотом и бриллиантами. Впрочем, наличие таких ценностей в багаже сам депутат отрицает. Мол, это была лишь бижутерия, которую он купил своим племянницам. Напомню, что неприкосновенности Розенблат лишился еще в июле. Тогда депутаты дали согласие на привлечение своего коллеги к уголовной ответственности. И хотя задержание и арест не разрешили, НАБУ и антикоррупционной прокуратуре хватило и такого половинчатого решения, чтобы в течение трех месяцев продержать Розенблата под запретом на выезд из страны. И залогом 7 миллионов гривен. Обвиняют депутата по двум статьям Уголовного кодекса. Взятка и злоупотребление влиянием. Его даже исключили из фракции БПП. В минувший понедельник срок действия меры пресечения в отношении Розенблата истек. И только сегодня вечером удалось его продлить. Еще два месяца с электронным браслетом плюс обязательство сдать загранпаспорт. И сегодня же НАБУ опубликовало разъяснение, зачем же детективы так грубо обошлись с Розенблатом и не дали ему улететь в Германию. Оказывается, депутат мог вывести из страны некие материалы, очень важные для следствия. Поэтому детективы изъяли у него планшеты и мобильные телефоны. На этих устройствах могут быть свидетельства общения Розенблата с другими фигурантами дела. Мы продолжаем разговор с народными депутатами. Напомним, на студии Алексей Гончаренко, Алексей Рябчин и Юрий Левченко. Алексей Гончаренко, давайте начнем с вас. Вот вы к этой истории с вашим коллегой Розенблатом как относитесь? Думаете, он сбежать хотел или вы верите в то, что он не виновен? Во-первых, коллеги. Это вот Ангела Меркель, которая пишет на священной берлинской стене маркером, и там еще до нее сотни людей. Что касается вопроса про Борислава Розенблата. Он уже бывший депутат от блока Петра Порошенко. БПП единственная фракция, которая исключила фигуранта коррупционного скандала из своего состава. Мы голосовали за снятие с него неприкосновенности. Мы исключили его из своего состава, в отличие от всех других коллег и всех остальных фракций, чьи фигуранты, чьи члены фракции оказались фигурантами коррупционных скандалов. Сегодня мы ждем от НАБУ результата, следствия. Хотим, чтобы оно было как можно скорее, чтобы дело было передано в суд и в суде была оценена вина Розенблата. И никто его не защищает и не собирается это сделать. Понятно. Юрий, вот глядя на все эти мытарства Розенблата, наблюдают же их и народные депутаты, причем особенно внимательно. Вот после подобных историй вы верите, что найдется в Верховной Раде 300 голосов на снятие депутатской неприкосновенности? Ну, по-моему, я бы зазначит, что, насправдя, з Блата никто на депутатность не снимал, потому что знание на депутатность это три голосования. Это дозволь на протяжение, это дозволь на затримание и дозволь на арешт. А было голосование только по-першему. Эта история показывает, что может быть народным депутатом без... То, насправдя, я не снимал, и я очень редко хвалю правоохраню органи, но сейчас похвалю НАБУ, что они, хотя это было порушение закону, что они работали, но они молодцы, что они в этом случае порушили закон и его сняли из литака. Но, насправдя, похоже, что не было дозволь на его затримание, они не мали права это сделать, но, слава Богу, что сделали. Так вот, если говорить, что найдется 300 голосов, насправдя, это зависит только от одного чинника. Сколько украинцев будут под стінами Виховной Ради на момент возраста этого вопроса. Чем больше украинцев будет под стінами Виховной Ради, тем больше им виноват. То есть вы считаете, что если улица не заставит, то сведомость не прокинется? 100% не прокинется. Я понял. Алексей. Но, даже если не найдется 300 голосов, то принципово довести это вопрос до остаточного голосования, оно даже никогда, исторически, не до последнего голосования не доходило, чтобы показать людям, наконец, список поименный и профакционный тех брехуней, которые перед каждым выбором и при каждом выборе рассказывают, как они за знание недотоканности, за скасывание недотоканности, а потом за это не голосуют. У нас никогда такого списка не было. И я хочу, чтобы, как минимум, как максимум, чтобы взгляд скасывали, а как минимум, чтобы появился такой список. Алексей, вы смотрите, Юрий правильно говорит. Все-таки идея снятия депутатской неприкосновенности, она очень популярна у нашего народа. Но все-таки есть критики, которые говорят, что сейчас еще не время. И депутатов это может сделать уязвимыми от давления извне. Вы что бы им ответили? Ну, во-первых, фракция Батичина голосовала за все поданья, которые были на всех коллег коррупционеров, за голосование, за снятие недоторганности и все законы мы отправили в Конституционную Сну, в этом проблем нет. Моя логика в том, что обмежение депутатской недоторганности... Приведем пример. Пришел к вам народный депутат, взял, поджег в вашу студию, и с ним полиция ничего сделать даже не может, потому что она с ним ничего не может сделать по закону. И нужно обмежение такое, что, в суть, когда депутат совершает какие-то правонарушения, и его можно на месте этого правонарушения арестовать, посадить и одновременно сообщить об этом парламент. Во многих конституциях стран мира есть такие вещи. Хотя бы надо начинать с таких вещей, если, как сказал мой коллега Юрий, не проходит 300 голосов. Давайте просто уберем беспредел, который делается, для того, чтобы мы двигались дальше. Но нужно, что говорят люди, которые против того, чтобы сейчас депутаты снимали на дорогу. Надо делать это одновременно. И с президента, и с судей. Не так, как с судей сейчас сняли, потому что у них раньше был БЛАД один, а теперь у них другой БЛАД, высшая комиссия, которая там решает, кто что. То есть с президента, с судей, с депутатов, балансируем эти вещи, чтобы не сделать президента сильным, а парламент слаб. И тогда вот эта модификация может быть принята экспертами. Кстати, а с судей сейчас этот мяч находится на их поле. Алексей, как вы прогнозируете, когда можно ждать голосование по поводу снятия депутатской неприкосновенности? Мустафан Аем, например, прогнозирует, что решение Конституционного суда может появиться в парламенте уже в декабре этого года? Я даже думаю в ноябре. Уже неоднократно Конституционный суд давал выводы по этому вопросу. Мне кажется, что это может произойти достаточно быстро. В декабре мы можем проголосовать 226, и тогда в феврале мы можем голосовать 300. Я всегда голосовал за все вопросы по снятию неприкосновенности, и с удовольствием это снова сделаю. Но вот коллега Алексей, когда говорил, он сказал не всем правду, потому что когда, например, мы голосовали снятие неприкосновенности с Михаила Добкина, Юлия Тимошенко, например, почему-то не проголосовала. Такое удивительное случилось. Там вместе, правда, еще и Олег Лешко... Были проблемы со здоровьем, но в суе Юлия Тимошенко, Юлия Горяченко не может не упомянуть. Конечно, Юлия Тимошенко, у нее понятно, что была проблема со здоровьем, боже упусти, она же ни в коем случае не могла покрывать Добкина. Я в это не верю, никто не верит в украинском народе. Просто она неожиданно заболела. И Олег Лешко тоже заболел, видимо, и он тоже не проголосовал за снятие неприкосновенности с Михаила Добкина. Поэтому голосуют далеко не все. Ну, Олег Лешко в последнее время так верно подставляет плечо коалийца, Алексей, что не вам на них жаловаться. Не вам какая разница. Я говорю объективную правду. И, возможно, даже не стоит их гневить. Вдруг в очередной раз не выручат своими голосами. Мне не надо гневить или не гневить. Я хочу говорить так, как есть. Один из таких примеров я сегодня, кстати, озвучу. Спасибо вам огромное за то, что принимали участие в эфире. Спасибо вам. Ну и всю неделю параллельно с акциями возле Верховной Рады действовал и митинговый аттракцион у Нацбанка. Бабушки Рабиновича продолжают отрабатывать, так сказать, свой протест. Но вот на этой неделе организаторы применили просто-таки ноу-хау, чтобы нанятые протестующие не уходили с митингов раньше, чем у них закончится проплаченное время. Теперь по периметру места проведения митингов Рабиновича есть специальные люди, которые отлавливают прогульщиков. Журналисты уже прозвали этих спортивных парней ловушками и советуют в следующий раз вокруг места проведения акции растянуть рбатские сети, чтобы было еще удобнее удерживать псевдомитинговую вещих.